добрый день сегодня мы с вами приготовим слоеное тесто для начала нам нужно приготовить базовое тесто для этого муку сильную смешиваем солью растопленным сливочным маслом уксусом и водой комнатной температуры замешиваем достаточно плотное густое тесто не липкое долго вымешивать не нужно достаточно собрать его в шар получившийся шар надрезать ножом крест-накрест накрыть пленкой пищевой и убрать в холодильник оно должно там пролежать минут 20-30 минут пока тесто отдыхает приготовим масло для туража для этого масло нарежем на тонкие пластины ширина пластины примерно 7 миллиметров распределим их форме квадрата на пергаменте и запечатаем в конверт сторона конверта примерно 16-17 сантиметров затем возьмем скалку и скалкой распределим масло по всему конверту нужно заполнить уголки и все пустые места старайтесь сделать это быстро пока масло не растаяло и старайтесь раскатать масло в пласт одной толщины толщина будет в районе 6 миллиметров через десять минут достанем наше отдыхающее тесто его нужно немного подмесить и распределить придать ему форму квадрата насколько это возможно убрать пленку и еще раз убрать в холодильник когда тесто охладиться это через 20-30 минут мы раскатываем его в прямоугольник со стороной 16-17 сантиметров и в длину 32-34 сантиметра зависит от того в какой пласт вы раскатали масло то есть по сути тесто должно быть два раза длиннее пластины масло масло и тем временем у нас тоже охладилась с тестом они имеют примерно одинаковую консистенцию по плотности запечатываем масло в тесто убедитесь что масло полностью запечатаны в тесто то есть залеплены все края масло нигде не проступает рабочую поверхность пыли мукой муки можно тут не жалеть и раскатываем наше тесто в пласт в длину ширину раскатывать его не надо для поначалу распределяем масло таким образом чтобы она у нас равномерно распределилась в тесте и потихонечку начинаем его раскатывать чтобы не выдавить его из теста аккуратно вверх-вниз раскатываем тесто длина пласта у нас ориентировочно должна получиться в районе 40 сантиметров это наиболее удобный размер для складывания сейчас мы с вами делаем первую складку вот таким образом раскатываем тесто в длину если где-то вылезло немножко масла то можно его чуть можно чуть-чуть потянуть тесто и закрыть масло стряхиваем кисточкой лишнюю муку и складываем тесто в три раза вот таким образом подтягиваем руками края выравниваем можно немножко подкатать скалкой в две стороны можно сразу сделать одну вторую складку но лучше убрать тесто отдыхать в холодильник примерно на 30 минут обязательно завернуть его в пленку через 30 минут делаем вторую складку точно также раскатываем тесто в длину подсыпаем муки если нужно стараемся выдерживать прямоугольник перед складыванием стряхиваем лишнюю муку и снова складываем тесто три раза это называется простая складка перед третьей складкой тесто обязательно убираем в холодильник в идеале на час но если у вас совсем нет времени то хотя бы на 30 минут перед тем как отправить тесто в холодильник пометьте сколько складок вы на нем уже сделали это вторая складка поэтому делаем две отметки перед тем как убрать тесто в холодильник можно его слегка подкатать чтобы потом просто было удобнее раскатывать всегда стараемся выдерживать форму прямоугольника через 30 минут или час делаем третью складку на мой взгляд третья складка самая сложная потому что уже начинает слегка рваться тесто проступать масло не нужно быть очень осторожным если вдруг тесто где-то порвалось присыпьте мукой побольше муки раскатывайте очень аккуратно не обязательно раскатывать до тонкого состояния тесто достаточно раскатать до такой длины чтобы вы могли сложить тесто в три раза я рекомендую убирать тесто в холодильник особенно после каждой складки особенно если вы раскатываете в первый раз обязательно перед складыванием встряхиваем всю муку лишнюю она помешает склеить склеится слоя тесто также складываем три раза то есть делаем простую складку подтягиваем руками тесто до прямоугольника помечаем количество сделанных складок и убираем в холодильник дальше четвертая складка делается по такому же принципу аккуратно раскатываем тесто опять же тесто уже может рваться может поступать где-то масло подсыпайте туда муки лишнюю муку перед складыванием встряхивайте кисточкой опять складываем в три раза простую складку отмечаем количество сделанных складок и убираем в холодильник на 30 минут если у вас есть время то убирайте на час и пятая заключительная складка из всех складок мне кажется что она самая простая потому что тесто уже готова потому что его слоят также раскатываем тесто в длину не старайтесь раскатать очень тонко до 100 нужно раскатать до длины достаточно для того чтобы сложить тесто три раза и чтобы дальше с ним было удобно работать как правило это не больше сорока сантиметров в длину делаем простую складку стряхиваем лишнюю муку выравниваем тесто чтобы это было красиво запомните это не тесто управляет вами это вы управляете тестом все наше тесто готово перед использованием его нужно убрать в холодильник минимум на 30 минут а лучше на час и два